Желанный гость Воскресенье В небольшой гостиной за круглым столом ужинала семья. Пятилетний Вася сидел рядом с отцом, а старшие девочки, Таня и Зоя, возле мамы. Они только что вернулись с вечернего богослужения. Проповедь пресвитера запомнилась всем, и теперь они оживленно рассуждали о ней. Служитель говорил о двух сестрах, Марфе и Марии, которые приняли в свой дом Христа. Марфа старательно готовила угощение для дорогого гостя, а Мария сидела возле него и слушала, что он говорил. «Эта проповедь заставила меня о многом задуматься», сказала мать, подавая пирог. «А я не поняла, что дядя Петя хотел сказать этим примером», посмотрела Зоя на отца. «Что тут непонятного?» – удивилась Таня. «Он хотел показать нам, как нужно принимать Иисуса Христа». Тут в разговор вступил отец. «Действительно, если бы Господь пришел к нам в гости, как бы мы его приняли?» На улице стемнело, пошел дождь. Мать зажгла лампу и поставила ее посреди стола. «Если бы Христос пришел к нам», – задумчиво сказал отец, «я бы, конечно, обрадовался. Лучшее место в нашем доме было бы отведено для него». «Я помыла бы ему ноги», – сказала мать, «и приготовила что-нибудь вкусное». «А я постелила бы ему чистую постель и отдала свою мягкую подушку», – радостно сказала Таня. «А я принесла бы ему маленькую табуретку под ноги, чтобы удобнее было сидеть», – добавила Зоя. Прижавшись к папиному локтю, Вася сказал, «Я подарил бы Иисусу своего медвежонка». Девочки засмеялись. Папа обнял сына и улыбнулся. «И не пожалел бы свою любимую игрушку?» Петя мотнул головой. Он не расставался с плюшевым медведем ни днем, ни ночью. Но отдать Иисусу не пожалел бы. Ведь Иисусу надо отдавать лучшее. Вдруг во дворе залаяла собака, и кто-то несмело постучал. Затем дверь слегка скрипнула, и на пороге появился промокший, бедно одетый мужчина. «Добрый вечер», – низко поклонился он. Отец нахмурился. «Добрый?» «Что скажете?» «Я работу ищу. Хожу вот из села в село. Пустите переночевать». «Мне люди сказали, чтобы шел к вам. Говорят, вы добрые». Последовало неловкое молчание. «Извините», – выпрямился отец, – «но у нас нет места». «Сейчас много безработных», – недовольно добавила мать. «Даже ноги не вытер», – подумала Таня, – и вышла в соседнюю комнату. «Я вчера так чисто вымыла пол, а он своими сапогами». Мужчина сконфуженно опустил голову. «Простите», – заметив под ногами лужу, извинился он. «На улице такой дождь». В доме стало тихо. Мужчина громко вздохнул и, понимая, что все ждут, когда он уйдет, повернулся к двери. В это время к страннику подскочил Вася и, сунув ему медвежонка, прошептал. «Возьмите, это вашим деткам». По лицу мужчины скользнула улыбка. Он недоуменно посмотрел на медвежонка, а потом на главу семейства. «Возьмите, возьмите», – кашлянул отец и виновата добавил. «Оставайтесь у нас, потеснимся». «Конечно, конечно», – скороговоркой произнесла мать. «Места хватит». Всем сразу стало легче. Отец подошел к незнакомцу, помог раздеться и предложил сесть к столу. Мать подвинула ему пирог и налила чашку чаю. А из спальни вдруг послышался плач. Это Вася громко плакал, уткнувшись в подушку. Мать поспешила туда. «Сынок, что случилось?» – спросила она. «Тебе жалко медвежонка?» «Нет», – схлипнул Вася. «Вы же хотели Иисуса хорошо встретить. А теперь он ушел. Иисус же приходит как нищий». «Успокойся», – погладила его мама. «Мы оставили мужчину у себя. Он уже помыл руки и ужинает. Пойдем к столу». Семья долго сидела за столом, рассказывая гостю о Христе. На следующий день мужчина нашел в селе работу. Он оказался хорошим сапожником и через некоторое время смог купить себе дом неподалеку от семьи, где впервые услышал о Христе. Вместе с женой и с детьми сапожник ходил на богослужения, и вскоре они приняли Господа как своего Спасителя и Бога. Отец Васи был уверен, что если будет кому награда за приобретение этого семейства для Христа, то это маленькому Васи, который в тот знаменательный вечер помог не оттолкнуть человека, посланного к ним самим Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok